На высоте двух тысяч метров расположились четыре тысячи горнолыжных трасс протяженностью сотни километров. Это французские Альпы. Место, где закаляется характер и сбываются мечты о славе. Погода в горах непредсказуема. Что? Отнадлежается шторм! Снегопад, туман, ледяной ветер могут привести к экстремальному развитию событий. Я думаю, это все вопросы тем, кто надул эти шары, понимаете? Они не должны лопаться. Но дух соперничества не знает преград. Вы подходите к русскому зорбу и просверните в маленькую дырочку. Давайте, может быть, немножко начнем звереть. Два давних соперника. Команды России и Украины вступили в игру, где опасность и риск стоят рядом с силой духа и железной полей к победе. Властелин горы в ожидании героя. Дамы и господа, второй отборочный дух. Встречайте ведущего проекта Евгения Плющенко. Вокруг меня французские Альпы. Местечко Монженевр. Красота снежных вершин завораживает. Но красота победы не сравнится ни с чем. Именно здесь две сборные команды из России и Украины вступят в борьбу за право называться сильнейшим. Это Властелин горы на Первом канале. Я Евгений Плющенко. И я рад приветствовать нашу сборную команды из России. Горячие головы! Капитан команды Лайма Вайкули. Хоть ты ловься, хоть ты лезь не будем мы на первом месте. Ура! Тренер команды Ольга Слудшки. И безусловно я рад приветствовать команду из Украины. Солнышки! Капитан команды Анна Седакова. А сейчас встречайте независимую судейскую коллегию. Известный французский продюсер Иф Ленуа. Ты даю удачи! Судья международной категории по футболу Роберт Люкс. И председатель жюри французская актриса Дельфин Форест. Эта корона достанется сильнейшему. Надеть корону сможет действительно лишь один. Самый стойкий и самый сильный. Кто им станет, мы узнаем в финале. В решающем сражении в сборную России войдут финалисты 12 отборочных туров. Именно им и предстоит серьезно побороться за главный приз игры «Властелин горы». Проект потрясающий. Собрались все вместе актеры, артисты, спортсмены. И все готовы биться за Россию. Голы горячие, нам будет нелегко. Но один за всех и все за одного. И вот имена наших героев. Актеры Анатолий Журавлев и Олег Токтаров. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Данилова. Десятикратный чемпион СССР по горным лыжам Сергей Петрик. Мастер спорта по сноуборду Евгений Конышев. Тренер команды Ольга Слуцкер. Капитан команды Лайма Вайкуле. Тебе очень-очень не повезло, Лайма. Знаешь почему? Почему? Нет. Потому что у тебя очень хорошая команда и ровная. Здесь нет откровенных вот сайдеров. Любимчика. Все потрясающие ребята, все выдающиеся. Я не могу понять, кто даже лишнее звено. Таких просто не было. Нет, у нас нет лишнего звена, конечно, нет. Властелина мы горы, а они... Концовка нашей фразы такова. Выиграть не знаю. Борьба у нас всегда с Украиной очень-очень жесткая. В затылок, в затылок. Конечно, хотел бы верить, что мы. Наш честный рад, пока еще мы вместе. И дело есть, это дело чести. Представляем наших соперников. Актриса Олеся Слободская. Актеры Дмитрий Лаленков. И Игорь Рубашкин. Чемпион мира по боевым искусствам Александр Литвиненко. Мастер спорта по горным лыжам Виталий Новицкий. Призер чемпионата Европы по художественной гимнастике Илона Радзивил. Капитан команды певица Анна Седокова. Горячие головы! Удачи! Удачи вам! Удачи! Сделайте их! Удачи, потому что все остальное, подготовка, все есть. Удачи! Ура! Команды уже находятся на старте первого конкурса, который называется «Газировка». Что это такое? Сейчас вы узнаете. В этом конкурсе принимают участие по три игрока от каждой команды, которые забираются в огромные шары зорбы. Задача товарищей по команде – столкнуть их с вершины трассы. Для этого им необходимо как можно быстрее на снегоступах добраться вверх по склону на линию старта. В конкурсе три раунда. Выигрывает команда, которая быстрее финиширует. У нас сейчас на старте Токтаров, Олежа и Света Жуева. Конечно, Токтаров первым придешь. Посмотрите на него. Конечно, он не упустит своего. Он будет мой первый экстремальный опыт сегодня. Поэтому посмотрим, на что я способна. Я реально не ожидала, что когда-нибудь завязываю в шар поеду. Я не знаю, я бы, наверное, не рискнул. Но я буду смотреть, смотреть и очень буду внимательно смотреть за человеком, который будет оттуда вылезать. В общем, главное, чтобы у него хватило сил, воздуха. И, в общем, чтобы не унесло, не знаю, туда. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Мы с нетерпением ждем начала конкурса. Но посмотрите, что происходит. Буквально на глазах небо затянулось, и на горы опустился плотный туман. Какие еще сюрпризы таят в себе снежные вершины? Хотя капризы погоды пока никто не воспринимает всерьез. Шторм! Надвигается шторм! Шторм надвигается! Судьи готовятся дать старт. Попробуем разглядеть в тумане, как игроки справятся с первым испытанием. Болейте за нас! Болейте за нас! Я поехала! Три, два, один, старт! Пыталась вдохновить наших поклонников программы «Лайм и Вайкулитер». Бежит Олег Токтаров в ужасных, неудобных, снегоступах. Дорогой Олег, не побил всех, кого только можно это тебе не кулаками махать. Добегает, добегает бедный Токтаров, толкает. Кого он толкает? Светлана Журова. Сбивает Олег копы в стартовую черту, но шар катится. Дорогие друзья, вы сейчас видите уникальные съемки прямо из внутренности шара. Это личные разработки ученых первого канона. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, петля. Как же дружки на мать, дружки на земле... Стонет украинская спортсменка. Кто-то меня спрашивает, это что, Мария Шарапова? А, нет, это простая украинская девушка, но украинские парни распутили ее так, не до жиру, быть бы живой. Господи, наша спортсменка укатывается куда-то в сторону. Но, естественно, украинка первой пересекает финишную черту, надеясь, что живой. Где наша Света Журова? Света, давайте, крикнем мы. Света пытается с таким легким весом раскачать. Вот шар не тут-то было. Помогите, наконец, уже кто-нибудь. Вижу через стенки пузыря, как ее подталкивают. И она плавно, как на саночках, пересекает финишную черту. Что скажет наимудрейшая? Они наехали специально на трамплин и встали кубарем, прыжками передвигаться. А нам не повезло. Посмотри, Света, к сожалению, въехала в ограждение. И она потеряла очень много скорости. Олег добежал первым, толкнул ее первым. Но шар сошел с дистанции. Я ничего не понимаю, как так произошло. Света, в порядке? Ты в порядке? Эмоции от полета в Зорби настолько захлестывали Светлану Журову, что олимпийская чемпионка, похоже, просто забыла, что наша команда, увы, в этом раунде проиграла. Супер! Правда? Это вообще не страшно, не больно. Ну так. Ну ты кто была? Я бы не страшно. Юрий Гагарин. После первого заезда победила команда Украины. Но я очень надеюсь, что наша команда, горячие головы, выступит достойно и будут лучшими. Девчонки, следующий старт. Спасибо, Олег. Пошли. Мне очень страшно. Надо ничего. Надо не подвести команду. Три, два, один, старт! Ах, как переглянулись спортсмены перед стартом. Дескать, я тебя победю. Нет, я тебя победю. Бежит Анатолий Журавлёв. Основная заслуга Анатолия Журавлёва в том, что он когда-то учился со мной. Правда, он был намного старше меня, на 26 лет. Если мне сейчас 24, то Анатолию практически уже 82. Толкает жар Толя Журавлёв. Точнее, просто не успевает догнать этот шар. И Сергей Петрик катится внутри шара. Не катится, а едет. А украинцы, слушайте, они просто не жалеют своих. Я вот сейчас вижу, они своих не жалеют. С огромной мощью прыгает просто украинский шар. О, боже, это вот, честное слово, друзья мои, просто опасно. Да ещё трамплин. Что такое? Шар лопается. О, боже, лопается шар. И это опасно. Поверьте мне, просто опасно. Амортизация уходит напрочь. И то, что наш Петрик первым пересекает финишную черту, это слабое успокоение. Во втором раунде победила Россия. Украинская команда сошла с дистанции. У них лопнул зон. Организаторы пытаются выяснить, насколько серьёзно пострадала украинская спортсменка. Украинская команда сошла с дистанции. Ой-ёй-ёй. Ой, ребятки. Я боюсь, что на фоне всех шуток, которые мы отпускали в адрес спортсменов, эта ситуация из ряда вон выходящая. Действительно, практически без сознания украинская спортсменка. Это актриса слободская Олеся, которая, возможно, даже сломала руку, а может что-нибудь серьёзнее. Когда её просто бросала, и когда подбросила, именно вот на этом, и вырвала, она же даже крепление, если в шаре, представляете, какая была сила удара, если шар сдула, выдала крепление, и девочка сломала руку. Ну, ничего себе такое. На видеоповторе видно, как произошёл несчастный случай. Шар подлетел на трамплине на высоту около двух-трёх метров. И при ударе о землю зорб не выдержал и лопнул. Украинская актриса Олеся Слободская получила травму. Думаю, это все вопросы к тем, кто надул эти шары, понимаете? Они не должны лопаться. Хоть трамплин, хоть не трамплин, а как? Это техника безопасности, которую они не решили. Когда актрису доставали из шара, девушка была без сознания. Олеся Слободская испытала сильнейший болевой шок. Серьёзное повреждение плеча. Таков первый вывод бригады спасателей. Сейчас её отвезут, делают рентген. Вполне возможно, что там перелом плечевой кости может быть. Какая-то травма локтевого уровня, плечевого сустава. Но пока всё, она обезболена, наложена шина организационная. У меня появилась ассоциация, назвать это не конкурс там, а назвать это конкурс с русской рулетки. Знаете, когда по-любому есть пуля, которая обязательно выстрелит. Мы предполагали, что будет экстрим, но не такой. Мы просто соки. Стоит ли конкурс продолжать или больше не рисковать? Это предстояло решить судейской коллегии. Итог совещания. Третий раунд будет. Но чтобы снизить риск травм, организаторы уберут трамплин, который и стал одной из причин опасного падения. Я представляю настроение ребят, которые сейчас залезут в эти шары. На стакане. Главное не волнуйся, расслабься твое тело, сам мозг тебя еще сделает, потому что ты все знаешь, все умеешь. Главное только вращаться, и все. Вы все хорошо? Два, три, два, один, старт! Старт дан. Побежала Оля Данилова. Она не только самая красивая, но еще у нее очень сильные бедра. Бежит Ольга Данилова. Женя Конышев ждет внутри шара хрестницы. Мама, 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 она меня сейчас толкнет. Да, Женя, она тебя сейчас толкнет. Ушастый украинец пытается обогнать нашу Олю, но ему это не удается. Она толкает шар, наш шар уже полетел. Представляете, как страшно сейчас тому, кто находится внутри шара. Неказиско катится наш Конышев, сбивает французских организаторов. Они сразу обращаются в международный суд в Ташкенте. Катится, вот второй. Лайма, бывает ли, что там руководит. Лайма села бы сама в шар и каталась бы. Украинец, по-моему, потеряв сознание, катится вниз. Наш Конышев, вам плохо видно, дорогие друзья, он отстегивается внутри шара, чтобы телом раскачивать его. Вот это самоотверженность. Дорогой Женя Конышев, ты можешь сегодня рассчитывать на дополнительную тарелку борща. Наш первый. Все, я вас поздравляю. Ну, 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 здесь же и украинец. Мне кажется, победила Россия. Жень, все нормально? Тапки дайте, тапки дайте. По технике безопасности участник обязан находиться в зорби без брю... Простите, без обуви. Свои ботинки они оставляют на старте, но, видимо, скорость шара значительно опережает. Скорость передвижения товарищей по команде, которые просто, ну, не успевают к финишу принести башмачки. Этап наш, спорта, этап наш. Май, что я говорила, что уже не надо сажать, уже не врубиться. Евгений Конышев единственный пошел на риск. Чтобы действительно управлять зорбом, он решил отцепить ремни безопасности. И такая бесстрашная удаль принесла нашей команде победу. Мы чем счастливы? Женя, Света, Серега, у нас все пришли целое здоровье. Мы молодцы, вот, и конкурс замечательный, очень много экстрима в нем, хотя мы думали, что он будет самый простой. Но похоже тогда, я думаю, что впереди вот такие конкурсы, что нам легко не придется. Хотите выглядеть как наши? Одевайтесь в магазинах «Спортмастер». Это «Властелин горы» на первом. Итоги конкурса подводит французская актриса, председатель жюри «Дельфин Форест». В конкурсе газировка победила Россия. Между тем, украинская команда тяжело переживает проигрыш и травму коллеги. И у капитана команды Анны Седоковой первые нервы не выдерживают. Я не согласна. У нас человек травмированный в больнице, который шел первый. Наша девочка прилетела в колоссальную, там, не знаю, дистанцию. Мне просто стыдно будет смотреть ей в глаза. Можете не расстраиваться, потому что мы тоже спортсмены. И наша команда, в принципе, я тебя умоляю, да? Мы, наша вся команда, за то, чтобы была ничья. Мне кажется, это честно. Ребята, у нас игра только начинается. По правилам игры, команда, победившая в конкурсе, получает в свою упряжку на финальном конкурсе дополнительную собаку. Россия сейчас предложила ничью. И в этом случае дополнительные собаки не даются никому. Наступил драматический момент. Сейчас кто-то покинет игру. Имена этих людей мы услышим через несколько секунд. Из-за травмы команду Украины покидает Олеся Слободская. Травма – это один из критериев, по которым участники из игры выбывают. Так произошло с украинской участницей. Олеся Слободская доставлена в больницу. Врачи выяснили, что у актрисы сильное растяжение плечевых связок, но, к счастью, угрозы здоровью нет. А сейчас Дельфин Форест объявит, кто из игроков покинет команду России. Итак, вашу команду покидает Олег Токтаров. Капитан Лайма Вайкули решила использовать единственное право вета и оставить Олега Токтарова в игре. Актер и чемпион мира по боям без правил Олег Токтаров – один из самых сильных игроков. И именно на него команда делает ставку. Уважаемый жюри, я использую возможность поставить вето на ваше решение. И есть человек, который сам предложил уход свой ради команды. Это Сережа Петрик. Все должно быть принесено ради победы команды. У нас не индивидуальный вид, а именно командный оборудование. Поэтому, если команда от этого выиграет, значит, я буду в плюсе. И команда, и страна. Сергей Петрик – профессиональный и опытный спортсмен. Однако, оценив собственные силы после первого испытания, Сергей решил, что в команде есть более упорные игроки. Поэтому и предложил свою кандидатуру на выбывание. Нас стало меньше, не беда. Сильны по-прежнему мы. Да, да, да. Да, Серега. Можно ли спрятаться от снежной бури или согреться от мороза в такой ледяной хижине? Наши участники собираются ответить на этот вопрос. Это ледяная хижина. В этом конкурсе пять игроков от каждой команды должны по очереди пробежать дистанцию и собрать элементы хижины. После того, как все части будут собраны, игрокам необходимо как можно быстрее построить хижину и всем забраться в нее. При этом важно, чтобы домик остался целым. Выигрывает команда, которая первой справится с испытанием. Мы разработали тактику. Я не могу громко говорить, потому что у нас стоит украинская команда. В этом конкурсе, кроме того, что надо быстро бегать, нужно еще хорошо выстроить именно тактику постройки дома, чтобы не было какого ниф-нафа, нуф-нуф, понимаете, когда он развалился, когда ветер дунул. Кто первый бежит? Ребята, кто бежит? Света, ты первый бежит. Кто второй? Третий. Кто один раз? Кто один раз бежит? Один раз. Значит, ты разделяешь их, чтобы они отдохнули. Чтобы построить ледяную хижину, игроки должны собрать все части домика. Но деталей гораздо больше, чем игроков. Поэтому некоторым участникам придется бежать дважды. Повторяю, Света и Женя будут бежать дважды. Женя – это наш сноубордист. Да. Света, так мы просто называем, Светлана Журова, олимпийская чемпионка. Да, чемпион, да, просто по-своейски. Светка там побежит у нас в заведенном кубу. Да. Света, Россия, мы с тобой бой! Три, два, один, старт! Итак, старт дан, потому как закутан в рейтере. Я понимаю, что там холод, дорогие мои. Ой-ой-ой, Света Журова хорошо бежит. Ну, куда там? Куда там бегать на перегонки со Светой Журовой? А вот таскает ледяные глыбы, она так себе. Я начинаю волноваться. Но тащит, молодец тащит. Напоминаю, что надо собрать из вот этих вот убогих вот частей целую крышу вот этой вот ледяной хижины. Второй стартует. Ах, как красиво бежит. Это у Оля Данилова. Хорошо бежит. Хорошо по размаху ног. Я вижу, что это Данилова. Так может бегать только она. Хватает ледяную глыбу. И несется назад. Вообще, вы знаете, мне кажется, что мужчины просто вымирают. Потому что женщины, смотрите, как красиво, как мощно они все делают. Стартует, вижу, Олег Токтаров. Что он делает? Почему он без шлема? Кричат организаторы. Дорогие друзья, Олегу столько попадало по голове, что шлем ему просто не нужен. Шлем ему только мешает. Вот. А вы к тому же зачем? Зачем такую красивую, мощную, умную голову закрывать каким-то там пластикатом? Меняет Токтарова. Кто это меняет Токтарова? Ага, вижу, Евгений Конышев. Хорошо бежит. Легко бежит. Молодец. Развиваются волосы по плечам. Говорил я тебе, Женя, надо подстричься, иначе волосы бьют по плечам. И возникает, вот так сказать, спазм в плечицах. Хватают оба спортсмена. Несут, кидают. Но накидать эти глыбы, дорогие мои, это полбеды, а надо потом собрать еще дом Толи Журавлев. Эх, я помню Толика совсем молодым, еще 52-летним, а сейчас уже, конечно, годы берут свое. Но мощь, мощь, с которой Толя все делает, может сослужить для нашей команды хорошую услугу. Надо заметить, что когда-то я сорвал спину, потому что наспор до конюшенного двора нес на своей спине Толю Журавлева. После этого у меня произошло скучение пожарников. Я сейчас пишу, я говорю абсолютную правду. Вновь Журавлева хватает, несется, наши опережают, опережают. Но вы знаете, что в играх такого Толика может сыграть плохую услугу любая оплошка. Просто одна ошибка и вся команда в хвосте. Оля Данилова бежит, очень хорошо встречает бегущего нас, грустно бредущего навстречу украинского спортсмена. Спрашивает, вот, дескать, ты как? Он говорит, да завяй на редисках, видишь, я погибаю. Очень тяжело. Но мы за Россию устали, очень устали. Вы знаете, на самом деле, шутки шутками, это я пытаюсь подбодрить вас, чтобы вы, с глядя на экран, не недоумевали, как, как вообще организаторы могли придумать такие ужасы. Тактаров рвется вперед, хорошо бежит, вспахивая бивнями вот эту вот снежную целену. Хватает один из последних уже ледяных кубов и несется, кидает. Долго еще бегать, и в конце до концов не донувая я. Ага, бежит Конышев, и, видимо, уже дело двигается к финалу. Вы знаете, глядя на Конышева, я уже понимаю, что он не бежит, а так, бредет, практически бредет. Ну, 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 и еще немного. Это я пою, что они меня просили просто петь. Пой, Дмитрий, потому что нам без своей песни просто никуда. И вот кидается самая сильная, самая мощная, а точнее вся команда собирать ледяной дом, крышу ледяного дома. Здесь надо быть еще грамотным строителем, потому что можно что-то никуда воткнуть, и привет. Одна рука остается торчать. Ну, ребята, давайте, поднажмем. Да спрячьте голову уже, честно словом. Из-за тебя нам не закончить крышу. Крыша практически наша завершена. У украинцев какая-то тактика построится у крыши. Неужели украинцы опережают чего-то, кажется, не того? Все прячутся в домик. Все, мы первые. Поздравляю. А украинцы что? Хвостик остался на улице. И хорошо, мы все видим. России нарушений не было. Итак, победила Россия. Общий счет 1-0. И первая собака добавляется в упряжку российской команды. Ребята, я вас поздравляю. Вы просто молодцы. Вы в такой форме, я не знаю. Ты показывала бег такой. Я думал, что ты просто занимаешься легкой атлетикой. Я не знаю вообще. Просто. Олег, Олег, ты включил не турбодизель, ты включил какой-то форсаж просто. Просто форсаж. На меня не делайте, как я, и ускоряйтесь. Часто ногами в той точке, которую надо ускоряться. Ребята, вы просто великолепной формы. Можно слово, можно слово. Все потому, что у нас болельщики самые лучшие. Вы видели, я как бежал? Как безум по-прежнему. Согласны? Хороший ритмичный бег, правильное дыхание, слаженность коллектива и поддержка болельщиков. Ну а потом, а потом мы же все-таки из России. Ну о чем речь? Россия всегда впереди! В деревушке Монт-Женевр наступил промозглый вечер. Туман все плотнее окутывал съемочную площадку. И решение о том, кто покинет игру, жюри объявляло уже при свете сопи. Команду Украины покидает Александр Литвиненко. Мы хотим воспользоваться бравым ветом. У нас есть человек, который, к сожалению, сейчас не совсем здоров. И у него бронхит. Поэтому, в общем, спасибо большое. Уходит другой Дмитрий, уходит. А Александр встает. Капитан украинской команды Анна Седокова решила оставить в игре чемпиона мира по боевым искусствам Александр Литвиненко. Игру покинет актер Дмитрий Лоленков. А сейчас станет известно, кто из игроков покинет команду России. Это Олег Токтаров. Я почему-то догадывался, я сейчас сказал, что меня не французи, не любят, особенно женщины. Не знаешь, почему. Потому что я им с его ровно напоминаю или кого-нибудь еще. Я просто сделал все, что мог и стыдиться абсолютно не за счет. Меня перед своей командой не стыдно. Актер и чемпион мира по боям без правил Олег Токтаров планировал дойти до финального испытания. Но судейская коллегия дважды исключила Олега из игры. Юрий считает, что Олег мог показать гораздо лучший результат. Украинские соперники опережали Олега в беге на скорость. Впрочем, капитан нашей команды имеет другое мнение. Что-то творится с жюри. Я не знаю, ему может что-то не нравится. Я только думаю одно. Они хотят уравнять команду. Я другого не вижу. Он слишком сильный. Я думаю в этом дело. Вот сейчас вперед есть игр, где он себя проявил. Уже ярко. Мы для этого его и сохраняли. Да, для этого использовал право ветра. Что-то мы расстроены. Вот так вот. Это у нас настроение. Следующий конкурс, который возможно у кого-то вызовет улыбку, это керлинг. Четыре игрока от каждой команды должны на маленьких тазиках добраться до мишени, расположенной в центре площадки. Главная задача – проехать до разметки с максимальным количеством очков. Вновь прибывающие участники должны стремиться занять положение в центре и выбить соперника из круга. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Хоть остались четвером, все равно один за всех и все за одного. Для победы нужна грамотная стратегия. Поэтому до начала конкурса участники не только обсудили тактику игры, но и имели возможность потренироваться и пройти трассу. Я думаю, что здесь еще важно, ребята, договориться. Мне кажется, стратегия очень важна. Я думаю, что я последний, как минимум. Да, должен, да. Другие первая, вторая, третья, четвертая. Это, я думаю, оптимально. Игроки постарались учесть все нюансы предстоящего испытания. Есть нюансы в этой штуке. Мы сейчас расскажем. Когда ручки наверх, едешь без... Когда ручки давишь вниз, тормозишь. Через несколько секунд мы увидим, на что способны игроки российской и украинской команд. Внимание, первым на старт выходит игрок Украины. Один! Бай-бай-бай, один детский человек, бай-бай, ложись спать, но один. И поехал украинский спортсмен спиной вперед. Ну, а с такими ушами на шапке можно ехать вперед, чем угодно. Очень хороший результат. Для начала это очень и очень неплохо. Естественно, радуются Украины. Едет наша спортсменка, не вижу кто, по-моему, это Оля Данилова. Хорошо едет. Тоже спиной. Оля, а чем ты будешь тормозить? Опа, чуть-чуть подтолкнула украинца, но слабовато. Слабовато, это же легкая, изящная. Поехала красавица Украина. Ох, какая красавица, дорогие мои. Тоже ее разворачивает. Девочка, не надо, не надо. Нельзя тормозить ногами, нельзя. Не надо кричать, дорогие наши украинские братья. Ногами тормозить нельзя. И, по-моему, ее снимают с дистанции. Я считаю правильно. Едет Света Журова, как всегда, улыбается. Ноги в растопырку, щеки надуты. Едет хорошо. Сейчас ее подпихнет. Ба-бах, украинца. Ох, умница. Ну, так поэтому она и Журова. Что такая точность приземления. В керлинге. Некоторые называют это керлинг. Нет, дорогие мои, это керлинг. Керлинг, Керлинг. Меня поэтому и пригласили озвучивать эту программу, потому что только я так красиво произношу. Керлинг. Очко в команде практически не принес, но зато порадовался сам, порадовал своих родных. Едет очень напряженный украинский спортсмен. Равновесие ноль. И добывает для украинской команды минус 68 баллов, по-моему. Кто стартует у нас? А, это Толя Журавлев. Главное его не очень сильно разгонять, иначе конец обеим командам. Летит, радуется, и мимо. У него еще не супер, а кличка Мимо. Ну что ж, вот и закончился конкурс. Посмотрим. А смотрите, начинают там что-то колдовать украинские, простите, французские арбитры. Деньги арбитры мне предлагать, хотя они, наверное, не будут возражать. Повлиять не удастся, подсчитывают. И так что с результатами? Начинаю волноваться, вибрировать. Результаты вы видите на своих экранах. И я понимаю, что это ничья. Только что подошла к суде, получилось следующее. Команды набрали ровное количество очков. Ничья, по 80 очков. Судья принял решение сделать еще один заезд решающий. Продлим удовольствие. Что ж, мы, конечно, будем наблюдать и болеть за наших ребят. Все-таки как Женя Плющенко идет шапка-ушанка? Кто как может помогает команде? Вот танцы шаманов племени Тайма-Лайма. Молодцы. Ну, красиво. Нечего добавить. Сейчас мы можем, сейчас мы можем, сейчас мы можем, шаманский наш едет. Тай, 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 один. После этого феерического танца Лаймы-Вайкуле, в принципе, конкурс можно было отменять. Данилова едет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж ты промахиваешься, ну и не так. Дорогие друзья, кажется, что если бы я сидел и тормотил свои попы, я бы попал ровно в середину. Да нет, да нет, все не так-то просто. Новая раскоряка, ну вот это вот из украинского спортсмена и зеленого таза. Попытка, ну в общем так, попытка не пытка, просто радостный заезд. Едет Света Жёрова, хорошо едет, молодец, прицеливается, прищуривается. Чем она будет тормозить? Давай. Молодец, хорошо. Может быть вот это вот, а, давай, помогает спортсменам, нашим спортсменам. Тогда я украинский буду делать так. Давай, проезжай, проезжай, не тормози, не задерживайся, говорю я. Ну, видишь, это имеет, конечно, свои плоды. Ну а чего теперь руками-то махает Саша, маршал? Эх, говорит, мне бы, я бы ищу нашел чем-то тормозить. Хорошо едет Женя, кто-то кричит, стремит Женя, давай, что давай. Женя не стал разбираться, ба-бах, сбивает нашу Свету Журову. И вот в общем приносит, надо заметить, приносит нашей команде. Результаты смешно сидят. Спортсмены, правда? Как будто бы готовиться к чаепитию. Вы знаете, если минус 18 за бортом, то температура земли просто минус 28, по-моему. Ну, обиделась, обиделась украинская спортсменка, что не доехала. Ну, а что-то хотелось с весом 24 килограмма. Толя Журавлев, как всегда, прицеливается, что-то возмущается. Девка говорит, дай дорогу, дай дорогу. Так бибикать надо. Да, о чем бибикать я ему, естественно, отсюда не могу подсказать. Глам, зачем ты так широко открываешь рот? Возникает ведь парусность. И вот на этой парусности, бру, происходит акт знакомства, скажу так, нашего спортсмена и украинской девушки. И что у нас дальше? О, над тактором лучше не шутить. Я один раз пошутил, дорогие мои. Теперь у меня во рту, извиняюсь, мост. И с этим мостом я вам объявляю, что ничего не удается изменить украинской команде. Мы, видимо, благодаря вот этим вот колдовским чарам лаймы победили. В конкурсе керлинг выиграла Россия. И еще одна собака будет пристегнута в нашу упряжку. Молодцы! Е-е-е! Молодцы! 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 Молодец! Просто как конфетка! Просто как незорожая! Не порань ее, не порань ее! Нет, 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 нет! Все хорошо? Супер! Супер! Давай, 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 красиво! Давай, 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 Россия! Ура! Ура! Красиво! Давай, 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 давай! Пришло время узнать, какое решение жюри вынесло после прошедшего конкурса. Команду России покидает Анатолий Журавлев. Немножко, конечно, но немножко грустно. Значит, будем тренироваться только для следующих игр. Актер Анатолий Журавлев хорошо проявил себя в прошедших испытаниях и принес команде не одно очко. Но в конкурсе керлинг повел себя некорректно по отношению к украинской участнице. Поэтому и был удален из игры. Трое меньше, чем квартет. Это ничего! Ведь у нас один за всех и все за одного! А сейчас председатель жюри «Дельфин Форест» объявит, кто покинет команду Украины. Из игры выбывает Виталий Новицкий. Да, играть хотелось. Знаете, такой азарт приходит. Но решение судей – решение судей. И опять-таки помню, должна выиграть команда. Хотите выглядеть, как наша команда? Одевайтесь в спортмастере! Быть самым быстрым, ловким и обязательно сильным – вот главная задача для участников, которые выйдут на площадку в следующем конкурсе – тяжеловесы. Цель конкурса – собрать как можно больше мешков весом 25 килограммов. Для этого три игрока от каждой команды стартуют одновременно на параллельных площадках. Двое везут сани. Третий участник сидит в санях и грузит на них мешки. За один проход участники имеют право погрузить один мешок. И с каждым кругом ножа становится все тяжелее. Выигрывает команда, у которой мешков будет больше. К сожалению, главные тяжеловесы команды «Горячие головы» Анатолий Журавлёв и Олег Токтаров оказались на скамейке запасных. И у нас именно этих силовых ребят будет не хватать. И получается, что одна из девушек должна будет крячься в телегу и иметь грузить 25 килограммов мешки. Грузить мешки, увы, придется Светлане Журовой. Правильно ли распределила силы игроков в этом конкурсе капитан команды Лайма Вайкуле? Мне кажется, что мы правильно выбрали, кто таскает мешки, кто тянет сани. Мне кажется, мы правильно выбрали. Сейчас мы видим. Давай! 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 Один! Итак, старт дан. Время пошло. Тащат наши из последних сил. Клонышев и Данилова. Знаете, на плечи у Ли Даниловой в сегодняшнем днем свалилось очень много тяжелых мужских испытаний. Несколько слов о Даниловой. Хорошо. На повороте каждая команда должна успеть схватить мешок. Украинцев выкидывает просто из саней. Света Журова, которая сама весит не больше 12 килограмм, хватает мешок, который тяжелее ее в 4 раза. Волнуются украинцы. Очень, очень ровно идут команды. Тяжелейший день, тяжелейший. Ну, кто первым? Кто первым? Я маленькая лошадка. И мне живется не сладко. Мне трудным стыд. Мою ночью достанешь ты. И я ее брошу. Хорошо идут и те, и другие измотанные. А ближе, а ближе, а ближе стал, не копил мешкам. Да какие сани, каким мешкам, Толя? Ребята от усталости с ног валиваются. А ты там попивая квас, пытаешься что-то советовать. Ой, бедная украинская спортсменка. Конечно, очень тяжело. Просто очень и очень тяжело. Попробуйте, дорогие мои, одеть на себя вот такую собачью упряжку и еще бежать. А сил-то уже нет. Разворачиваются наши. Отстали. Заметно отстали украинцы. Здесь обвинять нельзя никого. Тяжелейший конкурс. Дыхательные пути забиты. Снегом, туманом, инием. Криками команд. Давай быстрее, давай быстрее. Вот от этого давай быстрее. Хочется просто лечь и от усталости плакать. Вы видите, вы видите, что происходит. Огромные, сильные дядьки, спортивные, красивые женщины просто готовы сдаться. Но они не сдаются. Они хватают эти дурацкие мешки и идут. Беги, Света. Господи, когда же закончится этот ад? Так вот я перевел, дорогие мои, чтобы вам немножко сгладить впечатление от этого ужаса. Уже просто руки не держат, а ноги-то не бегут уже сто процентов. Посмотрите, что происходит. На самом деле конкурс не только тяжелый, он еще и опасный. Вы знаете, что на морозе в холоде могут забиться и икроножные мышцы, и мышцы бедер, когда просто ноги не слушаются, а сердце перестает стучать в груди. Именно это мы сейчас наблюдаем. Все, нашей команде не сдвинуть сани. Вот здесь вот роковая ошибка. Наверное, нельзя, нельзя в упряжку назначать женщину. Какая бы спортсменка великая она ни была, какая бы умница и раскрасавица, но женщина не может, дорогие мои, тащить тяжеленные сани. И все-таки они это делают. О, о ужас, о ужас. Время работает не на нашу команду, и, видимо, украинская команда в этом конкурсе побеждает. Ну что ж, наши сделали все, что могли. Еще есть время, но, похоже, спортсмены сдались. Да. В этом конкурсе победу одержала Украина. По итогам конкурса тяжеловесы, команда Украины заработала первую дополнительную собаку-бупляшку. Ну что, как самочувствовать? Очень тяжело было, да? Очень страшно, тяжело. Ой, невозможно. Останавливайся, восстанавливайся. Это правда, на самом деле, очень тяжело. А что случилось вот последнее? Почему развернуло, да? А мне уже это... Принерзли, пока надо было нигде их останавливать. А что не получилось? Две девчонки, один спасатель. Что не получилось? Все нормально. Девчонок ставить на мешок, это, блин, я бы не поставил никогда. Женя, ну как ты? Ну, я устал. Я очень старался, но я недовольный с тобой. На самом деле, в нашей команде, я считаю, что все-таки тактика подвела. Здесь была капитанская вина, я неправильно отправила в путь людей. Неправильно. Надо было отправлять двух девчонок, а мальчишка должен был подавать. Несмотря на то, что объективно, этот конкурс наш с Токтаровым, ваши ребята были лучше. Вы просто лучшие. Просто поклон земной. Вообще. Реально. Я бы знал, ты позвал, я бы гопагу станцевал бы. Сейчас танцую. Спасибо. Спасибо. Перед финальным конкурсом осталось всего лишь три игрока. И сейчас мы услышим, кто же покинет эту игру. По итогам этого конкурса команду России покидает Ольга Данилова. Встала. Я думаю, что я на сто процентов выложилась. И я думаю, что я дошла до этого этапа достойной. Я, в общем-то, что я могла, что я все сделала. У меня есть некое предположение, почему, например, они выбрали Олю, хотя она играла супер, она играла просто прекрасно. Они сказали, она очень устала. Может быть, просто они поняли, что ей будет очень тяжело. Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Данилова с достоинством прошла четыре испытания. Но последний конкурс, где от спортсменки требовалась просто неюжинная мужская сила, измотал Ольгу в конец, что заметила не только команда, но и судейская коллегия. Из украинской команды по итогам испытаний выбывает Игорь Рубашкин. А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Остались нужные ребята, нужные, надежные, и как мы хотели, в принципе. Хотя здесь сложно пристать какую-то тактику. Как хотели, так и получилось. Итак, дамы и господа, впереди решающая битва. Властелин горы. По количеству заработанных собак российская команда лидирует. Сейчас финалистам предстоит собрать все умение и выдержку, чтобы опередить соперника и завоевать победу. Финальный конкурс состоит из двух этапов. На первом, один игрок от каждой команды должен преодолеть дистанцию на упряжках с собаками. Итоговое количество собак зависит от числа выигранных конкурсов. Доехав до подножья ледяной горы, игрок передает эстафету своему товарищу, который начинает настоящее восхождение при помощи ледорубов. Победителем становится та команда, чей игрок первым добрался до вершины и ударил в конкурс. Я хочу вообще узнать, на самом деле, кто поедет в упряжки и кто полезет на эту сумасшедшую гору. Жень, мы бы сами хотели узнать. Сейчас мы будем решать. Может, у тебя совет спросим, кстати. Может, надо Свете лезть на гору. У него будет играться в матче. Чемпион Европы по восточным единоборствам. Очень сильный игрок. Саша Литвиненко. Он мне подарок. Жень, я думаю, если ты сейчас попробуешь, как стоять на этих салазках, ты с этим справишься. Вы правы. Да, да. Загладим. Решили. Все, решили. Света. Света. На горе. Женя. На собаках. Команда Украины надеется на победу призера чемпионата Европы по художественной гимнастике Илоны Радзивилл и чемпиона мира по боевым искусствам Александра Литвиненко. Мы один, мы один, мы один, один. Один. И тогда, мои господа, дам старт последнего на сегодняшний день, на сегодняшний вечер, страшный вечер конкурса. Как рвет вперед наш спортсмен и, похоже, зря это делает. Все смешалось. Сетка, собаки, хвосты, ноздри. Нельзя так сразу было рвать. Теперь надо отмотать сетку, затормозить. А украинская спортсменка грамотно, как мы видим, теперь грамотно распределила силы. Она не спеша, но очень плавно нагоняет нашего спортсмена. Ну, слава богу, все решилось. Наш размотался, Женя Холошев размотался и несется к финишу, опережая Украину. Очень, очень хороший задел на победу. Вы видите, теперь он стал притормаживать. Ну, правильно, все, все познается с опытом. Время. Сын ошибок крупных запутал с Яном. Где-то так звучит цитата. Не двигается украинская спортсменка. Перетормозила. Перетормозить тоже нельзя. Наш несется. Все меньше времени остается до горы. Мы все ближе, дамы и господа, с вами к финалу. Собственно говоря, к тому, чему мы неслись весь сегодняшний день. Звание уплоть. Ой, падает украинская спортсменка. И сани уносятся без нее. Я не знаю, будет ли засчитан результат, если спортсмен пересечет фигуршную черту без сани. Нет, сани подержаны. Молодцы организаторы здесь среагировали вовремя. Упрятки, мне кажется, уже это волки. Да, настоящие волки. Я узнал тебя. Лобо. Несутся, несутся сани. Слава богу, наш дошел и передает эстафету. Кто у нас лезет? Светлана Журова. Молодец. Мы на полпути к победе. Сейчас будет стартовать Украина. Молодец, Света. Практически несколько метров отделяет ее от конца горы. А команду от звания Властелин горы. Срывается она очень, очень тяжело. Дается вот это вот. Сил просто уже нет. Посмотрите, скользя. Держись, только держись. Скользят ноги, не торопись. Собери всю волю в кулак. А Украина настигает и опережает нашу спортсменку. Да, случилось самое страшное. Сегодня не наш день. Первые. Я надеюсь, что в следующей игре мы будем приобрести. Ну, мы все видели. И комментарии здесь не скажут. И просто очень сильно. И очень сильно разговариваются. Это даже не обидно. Просто стоп. Сил по трассе. И не выиграть. Жалко. Да, это очень не обидно. Команда была замечательная. А я ее подвела. Я считаю, что подвела. И подвела ты. И ты ее плюс-то создала. Я ее подвела. Но, несмотря на проигрыш, Светлана Журова выходит в финал. Самое главное. Снежная битва еще впереди. Просчитать тактику соперника и нанести сокрушительное поражение. Вот главная задача. И команда России для этого собирает лучшие силы. Я желаю всем участникам, которые еще не участвовали, быть такими же отважными, как были мы. Быть такими же дружными, как были мы. Быть такими веселыми, как были мы. Быть такими терпеливыми, как были мы. Быть такими сильными, как была Света. В крайнем случае, держать так лицо, как держали мы. Мы оставили позади все наши сомнения Мы преодолели непогоду и себя Но сегодня удача оказалась на стороне Украины Это «Властелин горы» на Первом канале Я Евгений Плющенко Увидимся! Победа ждет и пусть в конце не принес Пусть знают все, кто властелин горы Властелин, властелин, властелин горы Властелин, властелин, властелин горы